Светлана Владимировна, добрый день. Как за последние несколько лет поменялась жизнь Петриковского района? Добрый день, Александр. Конечно, Петриковщина – это удивительный живописный уголок Припитского полесья, который на протяжении уже нескольких лет изменил значительно свой облик. Конечно, благодаря главе государства, который дал поручение по благоустройству города Петрикова в апреле 2018 года, благодаря оказанию спонсорской помощи Гомельско-областного исполнительного комитета проведено благоустройство города Петрикова. В рамках наведения порядка проделаны огромные работы по благоустройству не только территории, но и жилищного фонда. В рамках наведения проведен капитальный текущий ремонт 58 жилищных домов. Отремонтировано 8 центральных улиц города Петрикова протяженностью около 12 километров. Установлено новое ограждение. Конечно же, появились новые остановочные пункты. Модернизирована площадь города Петрикова, к которой мы сейчас идем. Реконструирован городской парк, в котором построена новая аллея героев. Устроен амфитеатр, появился игровой комплекс для детей, малые архитектурные формы. Конечно же, большое значение для нашего города играет реконструкция стадиона «Припять», который сегодня радует не только наших жителей, но и приезжих наших гостей с нашего района. В выходные дни дети могут не только заниматься на тренажерах, но и также пользоваться велодорожками, которые у нас сегодня обустроены в городе Петрикове. Для лиц с охраниченными возможностями, благодаря благоустройству города, появилась безбарьерная среда, уложена тактильная плитка. Конечно же, огромные работы были проделаны и в социальной сфере. Сегодня 8 учреждений образования полностью сделан ремонт, заменены оконные, дверные блоки, произведена ремонт кровли. Также фасады зданий приобрели новый облик. Три учреждения культуры сегодня также коснулись капитального ремонта. Конечно же, учреждения здравоохранения тоже приведены в соответствующий вид. На все эти виды работ было направлено свыше 50 миллионов рублей. Вложены областные, республиканские деньги, районного бюджета и, конечно же, спонсорская помощь «Беларусь-Скалия». Эти изменения сложно не заметить и нам, гостям, и местным жителям. А вот справедливости ради, как повлияло строительство горнообогатительного комбината в Петриковском районе на развитие края? Строительство горнообогатительного комбината является одним из мощнейших инвестиционных проектов. И начал он свою реализацию с 2014 года. Конечно, благодаря ему сегодня имеется возможность у нашего района это создание новых рабочих мест, повышение уровня заработной платы, ну и, конечно же, развитие инфраструктуры района. И если мы сегодня возьмем за 2019 год, у нас было трудоустроено на комбинат 151 человек. За анализируемый период 2020 года уже трудоустроено 43 человека. И планируется до конца 2020 года, что около 330 человек будут снова направлены на трудоустройство вновь созданных рабочих мест. Конечно же, это и повышение заработной платы. Сегодня средняя заработная плата по нашему району составляет 871 рубль, что на 109% выше 2019 года. А на самом предприятии и того больше? Конечно же. На самом предприятии даже молодые специалисты, если взять, которые приходят после высших учебных заведений, они в среднем не менее 1600 получают заработную плату. Это если имеется высшее образование, со среднеспециальным, конечно, будет немножко поменьше. А если административной должности, еще больше заработная плата. И наш район может сегодня гордиться. По уровню заработной платы мы занимаем 8-9 позицию среди 22 районов области. В кадровом плане обходитесь только местными специалистами? Трудоустраиваются на данное предприятие не только уроженцы нашего города, района, но также и приезжают специалисты с других районных центров города и областных центров. Весной состоялась встреча с будущими работниками горно-обогатительного комитета, которые планируют к нам приехать для трудоустройства. Они ознакомились с нашей инфраструктурой города, с нашим богатством, которое мы сегодня имеем. И, конечно же, с той социальной сферой, какие услуги мы сегодня можем им предложить. И, конечно же, с жильем, которым они будут обеспечены. И действительно, речь ведь не только о возведении в регионе и в Гомельской области второго по величине месторождения калийной соли в Беларуси. Скажите, как поменялись за последние несколько лет условия для жизни местного населения? В прошлом году, благодаря Беларусь-Калии, построено три 60-квартирных жилых дома, одно общежитие. Но они не останавливаются на этом. Уже в этом году завершается строительство одного 60-квартирного дома. Также шахта «Спецстрой» достраивает 70-квартирный дом, который тоже будет введен в эксплуатацию в 2020 году. И, конечно же, социальная сфера, она также развивается у нас. Благодаря Беларусь-Калии сегодня идет строительство детского сада на 240 метр. Ну и в перспективе мы думаем, что в новом микрорайоне Восточный также появится еще один детский сад на 75 мест. Оказывает огромную помощь спонсорскую Беларусь-Калии нашему учреждению здравоохранения. Благодаря ему сегодня идет капитальный ремонт акушерско-гинекологического корпуса учреждения здравоохранения. Другими словами, как понимаю, район готовится к демографическому взрыву. Конечно же, можно сказать, даже в 2020 год видна положительная динамика. За первое полугодие у нас родилось 127 детей. Это на 22,1% больше прошлого года. Наибольшее количество детей у нас родилось в городе Петрикове. Но вместе с тем и населенные пункты сегодня тоже прирастают по демографической ситуации. Это Копцевичский, Мышинский, Конковичский сельские советы. И, конечно же, та инфраструктура, которая сегодня создана у нас в районе, развитие социальной сферы, даст нам возможность, чтобы наше население пополнялось и молодыми специалистами, и молодыми кадрами. И наш район только расцветал и процветал на благо нашей Родины, Республики Беларусь. Светлана Владимировна, я благодарю вас за это интервью и успех в делах. Спасибо огромное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова